и снова здравствуйте всем привет блендер 2 91 и задался вопросом как сделать анимацию просто вот этого вот этой камеры до кинопроектора то бишь давайте рассматривать так по простенькому сделал не стал тут как обычно тут наделывать всяких деталей так понадобится нам ручка две бобины и вот вот этот проектор сам так стойка есть тройка на нампаде делаем shift а сочетание клавиш добавляем план делаем ему с английскую получается вот у нас как будто именно зал давайте побольше его сделаем так n панель и сейчас включу screen caskey так screen caskey n отключаем в этом углу как обычно видите что я буду нажимать так теперь чтобы это все не срослось бывает такая штука shift правая кнопка мыши передвинем пиво тут shift а добавим мы добавим план делаем ему опять же с это будет экран и английская перекручиваем можно с помощью мог поднять так выбираем план поднимаем здесь конечно можно еще сделать такой экран как натянутые стойки но это уже суть вопроса будет потом так вот это у у нас получается экран вот так давайте его поближе подведем так тройка на нампаде вроде все равно стоит теперь вопрос в чем состоит назначаем вот этим всем значит материал добавляем материал это пол пусть будет ну давайте красноватый переключаемся вот эту видимость экран пока не трогаем теперь пишем значит это экран переименовываем я редко это делаю ну вот решил переименовать значит пол это будет пол отключаем экран так вот экран нам пока не понадобится поработаем немножко с камерой выбираем саму вот эту вот штуку проектор вот сам вот этот заходим в edit mode и нужно через shift alt переключиться на полигоны и выбрать вот эти вот все полигоны так поближе подставим ну а этот просто через shift и так эта штука у нас выбрана добавим новый материал new и поставил ну какой-нибудь давайте синий цвет и назначим и сижим а теперь здесь вот здесь surface ставим ему эмиссию чтобы он светился так реклама меня добьет это однозначно так эмиссия у нас значит работает цвет тогда сразу меняем на синий так это сильно будет чуть-чуть такой вот такой вот будет нормальный так это тоже есть теперь что нам нужно сделать нам нужно заставить крутится вот эту ручку а точнее давайте вот еще что я хотел сделать но вот с этими сейчас попозже поработаем да давайте заставим крутится ручку как мы будем заставлять это значит через shift мы ставим вот сюда shift правой кнопкой мыши пивот он должен у нас стоять вот здесь так и вот таким вот образом еще раз его подгадываем теперь выбираем ручку она у меня выбрана но если у вас не выбрана то выберите set origin и поставим привязку к 3d курсору теперь вы видите что у нас вот move и транспоз появляется именно там где пивот мы будем заставлять что это дело крутится нам понадобится где-то 150 кадров давайте поставим 150 кадров enter переключимся на первый кадр вот сюда вот так вот и на первом кадре назначим и ротация так теперь вот плоховато что у меня тройка на нампаде с другой стороны ручка находится другой стороны вот этот не интересно конечно так теперь передвигаемся на 150 кадр переносимся н панель открываем и находим настройку вот трансформа вот этого крутить будем по иксу значит так это движим вперед давайте побольше ему тут оборотов за собачим и вернем назад вот сюда вот пишем и ротация смотрим что получилось все ручка нормально нежно крутится не быстро все хорошо так это значит нормально можно конечно другими вариантами костями тут сделать кручение это если вам интересно я потом ролик еще сниму один так ну бобины можно еще заставить крутиться но не суть вопроса завтра облачно кстати так нам теперь понадобится вот этот материал вот это дуда вот эта штука и нужно будет сделать ей эмиссия вот у нее стоит и моргание моргание значит если от мы сейчас выключим переключимся на первый кадр и пропишем вот это все дело нажмем на эту точку анимация property вот так все кадр прописался следом нам понадобится ну давайте пятый кадр и здесь мы уже прибавим моргание так вот таким вот образом у меня пять целых то сотых тысячных стоит или сотых ладно математике не очень шрифт д все это дело теперь дублируем ставим на десятый кадр так ну да на десятый кадр на двадцатый кадр и у так все это дело дублируем работа конечно не быстро шифт д шифт д надо под ловчиться и короче это все до 150 кадра мы догоняем шифт д вот так и шифт д конечно тут можно еще конечно ставить задержки все по прошлым роликом так вот где-то так да и шифт д ну так вот поставим теперь что у нас получается если мы включим вот отображение вот это энд панель закроем то у нас получается вот такое моргание все моргание у нас есть ручка у нас крутится можно все это дело даже продлить до двести пятидесятого трехсотого кадра ну в зависимости сколько вам надо секунд или минут 24 кадра это секунда получается что так здесь у нас где-то пять шесть семь восемь секунд моя грубо так посчитал восемь секунд теперь нам нужно наладить свет правильно так у нас есть вот лихт вот этот свет нам нужно spot поставить и вот этот спорт семерка на нампаде значит мы перекручиваем это вот так g подставляем поближе к камере тройка на нампаде и перекручиваем можно даже с его уменьшить тут не суть вопроса главное чтобы он правильно отдавал именно свет чтобы правильно падал поставим где-то давайте 30000 энтер смотрим что ты как и поставим радиусная побольше так вот такой радиус падает он видите что дальше камеры это нам не подходит значит нужно вот этот spot как-то вот я не знаю ну так что ли перевести и попробовать ну давайте сайзом тут не получается направление смягчения так это значит больше если мы g будем уводить но он должен стоять где-то вот вот так где-то ну вот в принципе все есть все нормально также мы можем настроить и вот этому споту вот этому так давайте знаете как сделаем наверно если мы сделаем с видите ничего такого нам это не дает вот вот эта штука должна смотреть на камеру ну смысле на экран где у нас тут экран сейчас уже можно принципе включить и и р немножко все это дело подравнять так ну что-то в таком духе получается так если еще раз с его уменьшить так прибавить g подтянуть именно камере и получается смотрите ручка начинает крутиться у нас где-то с первого кадра да нет вот она пошла с десятого и вот где она с десятого начинает крутиться так вот этот спот вот этот мы еще должны как бы в камеру поместить вот так будет интереснее теперь мы прописываем моргание значит здесь ставим ну давайте 30 тысяч прописали и следом на двадцатом кадре ставим 50 50 тысяч и прописываем пробуем д значит это вот все дело опять же мы копируем для чего для того чтобы и и этот цвет тоже моргал вот этот вот как бы блик нормально работал шрифт д д д еще раз поставим на сто пятидесятый так включаем play вот сейчас это будет не видно это будет видно при рендере так есть такое дело теперь нам нужен фильм правильно вот теперь мы выбираем new материал и назначаем image текстур это опять же все по прошлым роликом подставляем сюда уже файл именно с анимацией ставим ему авто рефреш выбираем экран единицы на нампаде надо все это дело перекрутить а то у нас получится что чарли чаплинг вверх ногами не интересно так вот такая штука где то возможно даже давайте попробуем экран чуть чуть поближе подтянуть вот так что ли ну вот будет происходить тут события так вот этот экран ставим здесь кадры начинаем не с первого начинаем с десятого и заканчиваем то пятидесятом вот тут происходит уже вот так есть такое дело ну нам же нужно еще сделать черный вот этот вот черный фон сейчас я это все дело пока сохраню save as нажму play ну смысле плюс и нужно как бы а ну-ка это значит у нас экран какие тут есть настройки вот так я не делал чтобы он именно белый был брыхать не буду но если вот его тут прописать допустим и прописать наде на десятый кадр тоже допустим белый а ну-ка включаем на тридцатом кадре этого анимации вот правильно он будет висеть вы видите что экран висеть он включен начнется анимация именно да с тридцатого кадра но offset ну я не знаю тут этим делом я тоже пока не разбирался так rgb это цвет так subsurface металлик и так далее ладно черный цвет вот он наверное вот тут можно поставить да вот он белый и получается что вот белый экран мы его значит на вот этом кадре на первом прописываем эмиссия значит белый и и на одиннадцатом ставим так здесь уже можно его немножко как бы цвет ввести вот так прописываем пока дальше это можно конечно еще замедлить ну суть вопроса что разобрались белый экран начинается с него это класс так с этим тоже тоже моргает смотрите видите все вроде проектор тут начинается все блэм 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 можно белый цвет поставить не суть вопроса так ручка так смотрим ручку ручка крутится фильм идет так нужно теперь поставить вот этим вот штукам лампочкам тоже анимацию я хочу сделать допустим тут красное желтое зеленое значит первое загорается у нас так вот это по моему лампочка так это черная почему то так у нас три лампочки да у каждой назначен свой материал значит здесь у нас должна быть красная лампочка вот такая опа здрасте а если это это желтая да а у этих получается тогда минус и этим тоже минус и назначим другие материалы давайте этому черный так и этому добавим материал тоже черный можно выбрать из списка находим где черный материал вот он все назначили вроде как вот теперь лампочка красный у нас и мы ставим значит эмиссию вот она загорелась гореть она будет значит красным цветом и и загорается она на первом кадре так на первом кадре загорается так следующий кадр значит третий кадр она гаснет прописываем на следующем кадре нам понадобится желтый вот этот материал мы ему тоже добавляем эмиссию ты-дин-тын эмиссия ставим ему желтый цвет делаем его немножко темнее а ярче так пардонте вот здесь вот мы его прописываем значит прописываем следующий кадр у нас получается ну пускай седьмой будет мы его гасим и прописываем опять вот этот кадр так смотрим как все работает а нифига не работает почему потому что здесь так значит красный цвет прописываем включаем и пишем что цвет включен так я поближе так поставленное следом включаем вот этот цвет и здесь надо прописать что он гаснет прописываем так смотрим все загорается гаснет теперь у нас желтый цвет мы прописываем что он загорается так вот этот цвет мы пишем что он загорается есть и пишем что он гаснет уменьшаем цвет он гаснет теперь нам понадобится зеленый цвет ну пускай на восьмом давайте на девятом кадре включаем зеленый цвет опять же ставим ему эмиссию здесь выбираем заново зеленый цвет делаем ему чуть-чуть потемнее чуть-чуть поярче прописываем и цвет и прописываем интенсивность стрэнджи так и тут он пусть уже горит до конца все дальше он гаснуть не будет получается что у нас загорается красное быстро тут все конечно происходит так давайте с это все дело ctrl z поставим на первый кадр вот так и с все это дело растянем вот так как то все это дело происходит так значит красный горит гаснет горит вот здесь я чуть-чуть косяка упорол значит красный загорается гаснет нужно здесь поставить вот этому цвету желтому что он тоже погасший вот так прописываем его а потом он только загорается и потом он опять должен как это значит он гаснет вот здесь гаснет и зеленый он сначала должен быть так отключен это уже значит зеленый он должен быть отключен прописан тоже что зеленый цвет потом он загорается и горит уже постоянно вот тогда вот уже идет вот такая штукенция смотрим горит красный потом гаснет зеленый все это дело моргает все прикольно вот так с этим тоже разобрались все нормально ручка крутится свет горит можно еще поставить значит эмиссию вот на это как смотровое да вот это окно очкелла промахнулся так и теперь shift а выбираем 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 вот эту штуку добавляем ей еще новый материал и добавляем сразу ей допустим эмиссию ну и тоже какой такой этакий цвет и применяем эссижин также его можно здесь прописать на первом кадре он у нас не должен гореть мы его прописываем а загорается он только где-то ну пусть на 14 кадре мы ему прибавляем цвет и все это дело прописываем так object mode смотрим что происходит ничего не горит все начинает крутиться все загорается все все идет теперь что еще можно сделать давайте добавим так вот сюда я сделаю вот этот pivot shift а мы добавляем план делаем ему с что-то в таком духе так тройка на нампаде R боком как бы ставим сюда его переносим заходим в edit mode подразделяем правой кнопкой мыши сабдивизии ставим им значит здесь десятку enter это и еще разочек давайте сабдивизии еще раз так вот здесь побольше их прибавим нормально так теперь снимаем выделение заходим select находим select random и вот эти которые выделены давайте их удалим это фейсы получается у нас вот такая сетка вот теперь у нас как бы будет тень такая падать как бы от экрана так как бы вам ее показать ну вот вы видите да вот такая штука мы ее конечно можем а с еще немножко уменьшить вот ну и подвести конечно к нашему споту вот это как бы подловить тут чтобы именно свет через нее падал под уклоном или как там можно в разные стороны гнуть но это вы уже попробуйте так что еще можно сделать заходим в и попробуем нажать шейдер смут так не очень сильно он тут сглаживает значит зайдем в настройку рендера и найдем функцию shadow а не пардон тени shadow volumetric и можно поставить вот 8 пикселей здесь вот старт сгладить вот это все дело clamping volumetric shadow симплей и добавить допустим симплей также добавить именно пиксель пикселей сколько так это вот симпл сна переводить старт первый сотый заканчивается так ладно с этим тоже нормально так белый экран все фильм пошел но теперь нам нужен черный зал и дополнительно подсветка для вот этого так кстати ручка у нас крутится крутится просто пивот переносил думаю может перестал крутиться нет все работает так это я опять сохранюсь чтобы вдруг косяка сейчас упорю какого-нибудь так теперь что еще можно сделать нужен черный цвет зала так где это все дело ставится экран транспор реалюшин так это значит материал забыл add модификатор вот здесь по моему да вот он background стоит это значит мы можем поставить черный цвет зала вот опять же мы можем сделать ну вот если у нас зал допустим вот цвет вот мы можем поменять допустим в зале будет цвет вот такого типажа и на первом кадре мы это все дело опять же прописываем все мы это дело прописали и вот когда фильм начинается так вот белый экран здесь мы выбираем черный цвет вот вот так и так 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 это это вот эту двигать тогда не надо так ctrl z нажму итак цвет цвет у нас прописан теперь прописан его и в и в и в и в и в и в в и в споту вот этому добавим так радиус чуть-чуть побольше так чтобы он края экрана как бы захватывал вот мне не нравится что экран как бы отблеск вот этот идет тоже надо с этим поработать будет так и что получается так все свет у нас именно уже прописан вот этот спот так что с этим делом нужно прибавляем сайс и вот у нас уже нормальная картинка так здесь что у нас blend тоже можно поставить и шоу ком ладно а вдруг пригодится так теперь вот этот с чуть-чуть уменьшаем и можно растянуть его вот этот как бы так вот так это тоже дело есть вот что я еще мог забыть если вот так вот что еще можно тут добавить кресло зрители это само собой еще можно кстати заанимировать вот эту вот камеру вот эту камеру как будто она откуда-то допустим появляется как пиксар допустим появилась покрутилась и вот этот звук включаем надо где-то кстати скачать этот звук не знаю будет он youtube вот в этом фонотеке если найду то тогда подставлю чтобы это все дело хотя бы нормально смотрелось так что еще с этим можно сделать а я я сейчас вылетит нет да и так вот пока такой результат возможно еще добавить какие-то именно вот лампы наверное давайте попробуем add лифт давайте поинты вот эти подобавляем и поставим по 300 ватт так это значит g смотрим где ее лучше разместить даже нет наверное по 700 700 ватт метраж побольше g как-то вот так и вот где будет зрители сидеть возможно как-то им дать подсветку shift d как-то вот так вот еще так shift d сюда разместить цвет shift d сюда и будет вот такие подсвеченные ряды это как вариант опять же так ладно пока я вот этот удалю вот пусть их будет так два пока пусть будет по бокам можно создать какой-нибудь зал допустим как рабочую студию shift а допустим mesh куб и попробуем так так единицы на ампаде и попробуем с вот этот куб сделать побольше с побольше это вот как будет студия так смотрим что здесь происходит и вот этому кубу назначим материал новый пусть будет зеленоватый зеленоватый наверное так вот так пол еще нужно сделать побольше наверно вот пока такой вот эксперимент так что-то тут с подсветкой именно студии не задалось так возможно сильно черного цвета много тогда можно все это дело наверное так а если свет чуть прибавить то тогда не будет видно камеры ну в смысле экраны ну как его будет видно ну так вот так вот можно притянить опять же экран то да как будет выглядеть неизвестно так ну ладно вот с этим делом нужно будет поработать поэтому спот 21 метр можно даже его побольше поставить о побольше уже 84 метра вот 100 метров нормально на предел так что тут регулировка какая size уменьшается size прибавляется ну вот уже как-то получше ощущение зала и стенку заднюю видно теперь на камере надо камеру включить вот так куб пока можно отключить переключиться на первые кадры чтобы это все дело хотя бы видно было так что-то тут сильный цвет какой-то так вот это на это вот вот этот спот я прибавил и получается раз я его прибавил теперь он будет давать цвет возможно так ну что-то все как-то сильно ярко так если вот эти поинты отключить тоже почему-то сильно ярко так но здесь вот когда гаснет уже свет уже вроде бы нормально вот с этим делом вот здесь тоже вроде хорошо так так а тут что получается вот с первым кадром надо немножко поразговаривать наверное так если мы поставим так вот здесь вот происходит что нужно его тоже затемнять так вот таким образом на да прописываем его еще раз это тоже еще раз не 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 знаю будет ли делаться рендер но вот этой штуке точно нужно сейчас вот где у нас есть вот этот план вот этот ему нужно поставить чтобы при рендере его не было видно заходим заходим вот в эту функцию вверху и ставим вот камеру ну и это тоже можно поставить теперь план отключаем видимость при рендере вот это видеокамеру вот эту отключаем и она будет давать только блик а саму ее не должно быть видно так семерка на нампаде значит выставляем R теперь камеру так как она тут выглядит значит G и где-то за камерой вот так ее за проектором поставить тут опять же можно анимацию как делать как будто камера смотрит сначала на вот это моргание типа включается все потом она начинает переходить за камеру как-то тут крутится ну с этим делом тоже возможно я ролик сниму попробую разобраться так вот здесь ставим на первый кадр теперь значит G отводим камеру подальше 0 R G G вот что-то в таком духе 0 на нампаде так тройка еще раз ее чуть подальше уводим чуть повыше поставим наверное R немножко перекрутим 0 на нампаде ага так не прокатывает надо чтобы она четко смотрела на камеру прописывать я ее не хочу но в принципе можно ее и прописать так вот выше у нас находится Чарли Чаплин значит сделаем вот такую штуку на первом кадре семерка на нампаде R G смотрим смотрим на камеру вот на эту G пишем и локрот дальше перекручиваем вот когда она гаснет где-то наверное на шестом на седьмом кадре семерка на нампаде G R 0 и вот так вот G подставляем тройка на нампаде и перекручиваем чтобы камера смотрела на экран смотрим так как то это все дело получается и локрот смотрим как она так все это дело ведется все нормально и когда включается у нас Чарли Чаплин вот эта камера значит это далековато где-то на девятнадцатом кадре G должна подойти именно вот вот полный вид вот этого экрана взять где-то так пока я поставлю так вот как то так так наверное еще дальше надо отвести 1 0 ну да вот таким вот образом и G пониже вот так и локрот и тут она остается уже по идее все здесь она крутится идет фильм ну тут можно конечно еще какие фишки делать как будто она уходит камера вот в эту штукенцию вот эту и через нее как будто проходит и оказывается уже появляется экран вот хотя бы такую анимацию сделать это нужно тоже посидеть поэкспериментировать давайте теперь посмотрим будет ли рендер какой эффект будет и если что в следующем ролике надо будет тут сделать исправление так выставляем рендер так 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 сохранять куда будем значит вывод формат mpeg сохранять на рабочий стол ацепт ну rgb формат в принципе все вот теперь нужно записать вот эту анимацию рендер рендер анимации ждем все всем пока до свидания до свидания